Мои друзья, добрый вечер. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех вас, что вы начали время прийти на презентацию фильма. Жалко, что не такое большое количество, но я думаю, что поскольку Ай Борисович обязательно даст опию фильма, это потом оставит, то можно будет продемонстрировать и других членов армянской общины в Керчи. Ну, я хочу представить Елена Слава Ивановича, председатель исполнительного комитета Черноморской ассоциации миллионного сотрудничества. И мы сегодня очень рады представить фильм, подготовленный Ай Борисовичем Буханяном, фильм о крымско-армянских связях. Ну, прежде всего, несколько слов об авторе этого фильма. Это видный общественный деятель Республики Армения. Он возглавляет одну очень авторитетную партию конституционного права Армении. Также Ай Борисович Буханян издает целый ряд газет в Армении. Он бывший депутат парламента Республики Армения. Сегодня Ай Борисович основал новое движение. Это движение называется «За новый союз с Россией». Сейчас в Армении все больше и больше становятся сторонников этого движения. И мы уверены, что в скором времени это движение и станет парламентской силой, и может быть действительно настанет то время, когда Армения войдет в тот союз, имеется в виду союз как равноправный государств, которые будут, они и сейчас, народы Армении и России очень близки, но этот союз уже объединил на новом, на новом политическом уровне объединит наши народы. Еще я хотел бы сказать, что Ай Борисович является председателем армянского клуба «Друзей Крыма». Вот это движение «Друзья Крыма» мы были в самом начале, вот Сергей Александрович здесь присутствует, мы в самом начале были, когда наши зарубежные гости, эта инициатива была, как некоторые говорят, не крыльцкого правительства, эта инициатива была самих зарубежных наших гостей, они на втором форуме, Ярдском журнурном академическом форуме выступили с инициативой о создании международной ассоциации «Друзей Крыма». Здесь, кстати, присутствует и наш председатель клуба «Друзей Крыма» из Соединенных Штатов Америки. Я здесь, кстати, пришел бы вас посмотреть. Приджи с Плэйсс. Да, Плэйсс. Он из Соединенных Штатов Америки и тоже участвует сегодня в фестивале «Воспортские агоны». Так вот, Айбрич Бадуханян является членом Координационного совета международной ассоциацией «Друзей Крыма». Сегодня эта ассоциация существует в 35 странах. Какая ее цель, эта ассоциация? Эта цель – рассказать людям из зарубежных стран правду о сегодняшней жизни в Крыму. Это сделать возможным, открыть глаза мировому сообществу о том, что сегодня то, что Крым находится в Российской Федерации, является волеизвлиянием, свободным волеизвлиянием народа Крыма. И вторая задача – это укреплять сегодня те дружеские связи между странами. Вот Айборисович в этом плане проводит очень большую работу. Несколько раз уже состоялись дни Крыма в Республике Армении. Причем они были организованы при помощи Айборисовича очень и очень плодотворно. Это не просто поехали в гости. Это эти визиты способствовали тому, что у нас развились экономические, научные связи. Несколько раз были организованы, наоборот, дни Республики Армении в Крыму. Мы, конечно, к Керчи не доехали, но были они в Феодосе, в Ялте, в Алгуште. И сейчас мы продолжаем работать на то, чтобы они стали ежегодными, ну, во всяком случае, постоянными. Потому что пандемия немножечко сейчас помешала проведению новых дней Армении в Крыму. Но эта работа будет продолжаться. Поэтому я хочу сказать, что вот по-настоящему Айборисович является и другом России, и другом Крыма, и моим личным другом. А нельзя быть просто другом территории. Другом территории это значит, ну, как бы нельзя. Что значит любить Армению или любить Крым? Значит, надо иметь там друзей. Вот Айборисович имеет там друзей. Я очень рад, что мы имеем друзья, такие, как Айборисович в Армении. И именно это и является залогом того, что мы действительно развиваем эти связи. Ну, еще несколько слов. Айборисович еще провел очень большую работу для того, чтобы действительно поддержать армянскую общину людей, живущих в Крыму. И, в частности, его усилиями, благодаря его усилиям, благодаря усилиям постоянного представителя Республики Крым, президента Российской Федерации, Георгий Бойча Мурадова, в Евпатории было, причем это достаточно была борьба, достаточно долгое время, но в конце концов была открыта армянская церковь. Айборисович участвовал очень активно здесь в праздновании юбилея со дня рождения Ивазовского, когда мы это делали в Феодосии. Это тоже было очень знаменательным шагом. Мы знаем, что сегодня существует достаточно большая, да, в общем-то, как и в любом городе Крыма, существует достаточно большая армянская община и в Керчи. Сегодня вот эта презентация этого фильма является первым шагом для того, чтобы установить тесные связи с армянской общиной в Керчи, для того, чтобы действительно можно было выслушать, какие... Сегодня Айборисович говорит о том, что здесь в Керчи, но это, наверное, он сам скажет, он уже говорил на нашей конференции о том, что существуют сегодня тоже проблемы по восстановлению армянской церкви в Керчи. И действительно, эти вещи надо развивать. Плюс, вот очень радостно, что пусть два человека, мальчики, присутствуют сегодня и будут увидят этот фильм, увидят, какие большие исторические корни имеются между нашими народами, между фактически армянами, нельзя сказать между народами, потому что армяне являются частью народов Крыма. Они внесли, как и многие другие народы, они внесли свой вклад в развитие народа Крыма. Потому что Крыма – это многонациональный народ. Здесь нет только русских, украинцев, татар, здесь и армяне, и болгары, и немцы, и самые разные народы. В Крыму проживает более 150 национальностей. Но армянский народ, армянская общность занимает особое место в развитии Крыма, потому что она действительно внесла очень большой вклад в развитие Крыма. Поэтому я считаю, что подготовка этого фильма, она очень важна, потому что она показывает людям о том, насколько глубокие корни, армянские корни в Крыму. Вот на этом я хотел бы закончить презентацию фильма, который Олег Борисович сейчас, наверное, сам лучше расскажет, о том, какие задачи этого фильма, как дотянулся фильм. Пожалуйста, Илья Борисович. Спасибо, Ярослав Александрович. Во-первых, я хочу вас поблагодарить. Лично Ярослава Александровича, большой друг армянского народа, и мой личный друг. И именно усилиями Ярослава Александровича стала возможна организация сегодняшнего показа. И во многом именно Ярослав Александрович помог в проведении дней армянской культуры в Крыму и другие акции, которые проводятся, направленные на развитие армяно-крымских отношений. Вы совершенно правы, Ярослав Александрович. Армяне – это один из коренных народов Крыма. И в этом плане фильм именно имеет историко-документальную направленность, и историческая часть именно доказывает и показывает вот эти глубокие формы. Что касается документальной части, то речь пойдет о том, что именно сегодня продолжаются традиции дружбы, традиции культурного взаимообмина, и, конечно, они должны будут продолжаться и в будущем. Долго не буду рассказывать. Еще раз от себя тоже лично поблагодарю всех присутствующих за то, что нашли сегодня время и настроение посмотреть этот фильм. А после фильма мы будем слушать ваше мнение, которое для нас очень дорого и важно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.